Количество задействованной техники и личного состава в этих батальонно-тактических учениях, конечно, засекречено. Таковы уж правила военного дела. Впрочем, по масштабу происходящего на поле условного боя становится понятно, что участвуют в плановых батальонно-тактических учениях все. В этот раз условному противнику противостоял отдельно механизированный батальон 6-й отдельно механизированной бригады Гродненского гарнизона. С марта в Вооруженных силах Республики Беларусь проходит комплексная проверка. Затронула она и этот плановый полевой выход батальона. Такого рода учения – это своеобразный итог полугода работы подразделения. Им предшествовала длительная напряженная подготовка, чтобы в итоге усилия всех – и командиров боевых машин, и танкистов, и артиллеристов, которые привлечены к учению механизированного батальона, и самих командиров вылились в слаженные, четко скоординированные действия на поле боя. Моя задача была очень проста. Я обеспечивал связь между огневой позицией, где стояли орудия артиллерийской батареи, и наблюдательным пунктом, где находился командир батареи и все управление 202-го батальона. По легенде, условного противника окружили и уничтожили огнем из всех огневых средств. Залпы артиллерийских снарядов, огонь танковых орудий и пушек БМП не оставили противнику шанса прорваться к городу. К слову, помимо того, что каждый в этом хитросплетении действий четко выполняет поставленную перед ним боевую задачу, поле боя представляет собой еще и прекрасную визуальную арену боевых действий. Полевые выходы – так называются выезды на полигон, где солдаты учатся применять на практике полученные в ходе занятий теоретические знания, регулярный пункт расписания солдат в течение всего срока службы в шестой отдельно механизированной бригаде. Это уже не первый мой полевой выход, так что я уже привычен, я уже заранее знал, с чем я столкнусь. Работал уже и в зимние условия, и летом, так что подготовка меня не испугала. Это действительно показывает то, ради чего мы учимся, ради чего мы занимаемся, тратим время свое, для чего командиры тратят свои усилия на нас. И в конце концов результат виден в полевом выходе, вот именно в таких мероприятиях. Поговорка о том, что в бою легче, когда в учении тяжело, здесь, как нигде, справедливо. Находясь в указанном районе, мы получили распоряжение от вышестоящего начальника о занятии батальонного района обороны. Личный состав ко вчерашнему вечеру занял ротные опорные пункты, подготовил технику, личный состав, и сегодня отрабатывали задачи по нанесению огневого поражения указанному противнику. Противник выдвигался в указанном направлении, личный состав с задачей справился успешно, сейчас в готовности выполнить маневр на запасные огневые позиции. Сразу по завершении финального этапа батальона тактических учений военнослужащие приступят к подготовке к следующим. Новые задачи, новая легенда и новый результат, который должен быть непременно лучше предыдущего. Иоланта Будила, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+.